МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комсомол – это молодость, яркая жизнь, наполненная значимыми событиями, которые перепрелись с историей родного края и страны. Это задор и огромное желание сделать что-нибудь полезное. Надежды на лучшую жизнь комсомольские отряды 50-70-х годов прошлого века в прямом смысле слова были готовы свернуть горы, и все было по плечу. Тысячи девушек и молодых парней отправлялись на строительство металлургических, химических и машиностроительных заводов, рудников и угольных шахт. Они осваивали целинные земли, обживали пустынные края и тайгу. Скалы и чащи, все пройдет, наш работящий смелый народ. Веселей, ребята, выпало нас строить мы железы. В палатках и вагончиках, окруженные полчищами комаров летом, зимой в 50-ти градусный мороз среди сугробов выше человеческого роста строили Байкало-Амурскую магистраль первопроходцы. Тысячи километров железнодорожных путей тянули через тайгу, горные хребты и болота. Работали сутками с небывалым воодушевлением. И люди были без особых специальностей. Кто-то уже мастер был, а кто-то был только учеником. Но люди все помогали друг другу, потому что была взаимоподдержка, дружба, национальности разных. И все могли договориться найти общий язык. Настроение было у всех замечательное, потому что какой-то такой дух был комсомольские на стройке. Потому что много было комсомольцев, много людей было, которых хотели вложить в историю страны свой какой-то вклад. Ударный дух легендарной стройки века, через который прошли немало горочан, был присущ в те годы и совсем еще молодому, строящемуся городу за Волжью. Дворец спорта, бассейн, один из корпусов ЗМЗ были также объявлены комсомольскими стройками, на которых самоотверженно трудилась молодежь. Именно комсомольцам доверяли самые трудные и ответственные работы. Наряду со своими старшими товарищами посильный вклад в развитие города и не только носили школьники и студенты. В Завовском автомоторном техникуме была одна из самых крупных комсомольских организаций, которая насчитывала более тысячи человек. На их счету также немало добрых дел. Отдельную страницу в летописи этой первички занимает студенческий стройотряд. 70 парней и 5 девчонок во главе с Любой Паршиной несколько лет подряд во время летних каникул отправлялись на строительные работы в разные уголки Когорьковской области, так и страны. Мы жили там по военному практически уставом. Но и пели там, и плясали там, и штукатурили там. Мы там цементировали полы и, кстати, самые дорогостоящие строительные работы. Бетонировали, цементирование, асфальтирование. Доверяли ребятам. Уставали, конечно. Но и привозили какую-то определенную сумму денег, которая помогала жить, в том числе и мне. Кипело строительство на другой стороне Волги, в городце и его окрестностях. Яркий тому пример комсомольско-молодежный совхоз «Зарубинский», объявленный всесоюзной стройкой. Буквально на глазах 80-е годы в вымирающей деревушке появились несколько многоэтажек, отеченный поселок, школы и детский сад. Параллельно строились животноводческие фермы, гаражи, все то, что необходимо для развития совхоза. Трудовым комсомольским подвигам, казалось, не было предела. За руль сельскохозяйственной техники смело садились даже девушки. Одной из первых была комсомолка Анастасия Шептушкина, делегат 18-го съезда комсомола, член Центрального комитета в ЛКСМ. Ее имя было известно на всю страну. В то время тяжести мне как-то нет. Тогда молодые были. Было интересно, круг общения, потом вот эти результаты, соревнования, конкурсы разные. Мы ездили почти каждый год, что я не работала, я ездила в районы, на областные соревнования трактористов, механизаторов. Как-то был стимул какой-то. Хотелось работать. С присущим комсомольским задором ездила молодежь и на картошку. Так в советские времена называли шефскую помощь колхозам и совхозам. Также активно члены в ЛКСМ принимали участие и в субботниках, на которых, вооружившись метлами и граблями, приводили в порядок территории родных городов и сел. Работали на подъеме и не жаловались на трудности. В ходе работы было какое-то общение. Оно общение зарождалось и внутри коллектива, где люди работали. То есть они хотели выйти за пределы своего предприятия, организации, просто и в том числе пообщаться. Как правило, это всегда закончилось хорошим обедом, смехи, шутки и так далее. В принципе, это была и часть работы, и отдыха, что называется. Поэтому этот задор, он и был, в чем заключался, что люди хотели общаться. Умели работать, умели комсомольцы и отдыхать. Конкурсы профессионального мастерства и художественной самодеятельности. Турслеты, различные спортивные состязания и экскурсионные поездки. Культурная жизнь тоже, что называется, била ключом. И каждый мог проявить себя и раскрыть свои таланты. Это была целая сильная структура комсомол. Значит, вот у нас насчитывало, где-то доходило до 20 с лишним тысяч комсомольцев в районе. Ну, представьте, это огромная сила. Во-вторых, они были организованной силой, которая готова в любой момент пойти на то или иное дело хорошее. И всегда им можно было сподвигнуть. Школа жизненная, школа профессиональная, школа управленческая. Так отзываются о ВЛКСМ сегодняшние ветераны комсомола. Именно благодаря ему многие активисты самой массовой молодежной организации страны стали успешными людьми, грамотными руководителями, профессиональными политиками. Это была школа, скажем, подготовки к артуре очень серьезная. И многие из них сегодня возглавляют и в правительстве. И там тоже Киренко Сергей Владимирович, первый заместитель руководителя администрации президента. Я говорю о своих комсомольских друзьях. Шурочков Михаил Русатомин работает. Лихачев Алексей Русатомин возглавляет, был секретарем обкома. Люлий Евгений Борисович, первый замг губернатора, вице-губернатор. Тоже мы с ним работали в комсомоле. Ну и так далее. То есть много тех людей, для которых комсомол стал в том числе и стартовой площадкой для их дальнейшей карьеры. Мы из тех, кто прошел комсомол. Кто познал его путь легендарный. Кто трудом себя в жизни нашел. Мы из тех, кто ему благодарный. Дал путевку нам в жизнь комсомол. С ним отчизния мы верно служили. В жизни своей тебе комсомол. Молодость нашему посвятили. Ветераны, мы снова в строю. Беспокойных друзей собираем. Комсомольскую юность свою с благодарностью мы вспоминаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова